Указом президента Российской Федерации Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Совета по науке и образованию, благодарю вас за высокую оценку моих исследований, за высшую научную награду России. Эта премия для меня в такой же мере итог, в какой пролог, поскольку этнография Севера позволяет широко смотреть на мир глазами тех самых людей, которые несут в себе заряд необыкновенного движения, а не воплощение абсолютного движения. В их технологиях заложено очень многое, что удается понять только пристальным изучением, только с помощью, кстати говоря, сегодня современных технологий, которые позволяют уловить тонкости их движения. Сложный дизайн кочевий, необыкновенную трансформность и моментальную маневренность, все это в дополнении очень тонкой культуры природосбережения составляет серьезное наследие. Вот последнее, что касается природопользования и природосбережения, то это одна из черт, как будто парящих над тундрой кочевий, выражается, например, в линецкой поговорке «Я пуна хайода» – «Земля после нас остается». Происходящие на наших глазах экологические катастрофы показывают, что индустриальным гигантам, которые осваивают ресурсы Арктики, неплохо было бы брать у кочевников уроки мобильных технологий, природосбережения и быстрого реагирования. Школа арктического аномодизма родила большую теорию, теорию антропологии движения, которая рассматривает действительность в плоскости действия, в плоскости динамики, а не статики факта, не статики привычной для истории свершившегося события. И начавшаяся в науках гуманитарных и социальных революция движения позволяет надеяться на то, что эффектом этого преобразования будет ничуть не меньшее последствия в науках, чем в физике теория относительности, тоже, кстати, основанной на движении. Особенно в нынешнее время, когда мир сотрясают стремительные перемены, массовые миграции, сверхскоростные коммуникации людей, идей, вещей. Завтрашний день за тем, кто обуздывает, овладевает этой стихией, а не прячется от нее. На севере говорят, что в Арктике хорошо видно человека. Добавлю, из Арктики хорошо видно человечество, в том числе применительно к России ее северность, как ключевая идентичность. Северное измерение органичное, с позволения сказать, домашнее для России. Страны, которая пространственно доминирует в северном полушарии, с географическим центром на полярном круге в устье Енисея. И исторически Россия началась с севера, со старой Ладоги, с Рюрикова городище. И имперская история России тесно связана с северной политикой, с северной столицей, Петербургом. Освоение Арктики в советское время вполне сопоставимо с освоением космоса по значимости и героике. Северное измерение заслуживает отдельного, внимательного изучения и осмысления. Эти новейшие разработки ведутся сегодня в старейшем научном учреждении, которое я имею честь возглавлять, Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого в Кунсткамере, колыбели российской науки, матери музеев. Пользуясь случаем, благодарю моих друзей и коллег из Санкт-Петербурга, Москвы, Урала, Сибири, Дальнего Востока, Бескрайней Арктики и других уголков России и мира за помощь, содействие, творческую поддержку, а также моих родителей, родных и близких. Поклон вам земной.